Друзья, приветствую. С кем-то уже немножко виделись, с кем-то только что. Меня зовут Михаил Беляев. Я руковожу представительством один из битриксов в Санкт-Петербурге. Сегодня буду ведущим вебинара. Немножко вступительную часть расскажу, и потом перейдем непосредственно к теме. Вы сейчас на третьем из пяти серии вебинаров, когда мы рассказываем про удаленную работу. Соответственно, мы взяли уже два блока до этого. Первый, второй, сейчас третий. И возьмем четвертый и пятый чуть-чуть попозже. Сегодня мы с вами говорим, каким образом изменилось или каким образом построить продажи в удаленном формате. Изменилось ли что-нибудь, когда наш отдел продаж переехал по домам, или что должно было измениться. Как ставить планы, какие показатели смотреть, как их контролировать, как это делать логически, и как это делать по смыслу внутри Bittrex 24. У нас сегодня будет два эксперта. Первый эксперт, вот вы видите его уже, это Михаил Москотин. Мы с ним будем говорить про смысловые нагрузки, про то, что нужно придумать внутри себя, как нужно организоваться для того, чтобы все получилось хорошо. Продажах имею в виду. И во второй части мы будем смотреть на интерфейсы Bittrex 24 и говорить, как с точки зрения CRM-системы, как с точки зрения техники, реализовать то, что мы сейчас придумали и наговорили. Смотри, слышно, видно, коллеги. Да, слышно и видно. Есть звук, друзья? Поставьте нам немножко плюсиков снова. Да, спасибо огромное. Значит, мы сначала... Так, давайте маленькие технические моменты. Запись будет, мы ее всем отдадим. Она может появляться не прямо в... Ждем Михаила. Да, не моментально, потому что сейчас достаточно большое количество вебинаров и конвертации происходит не быстро, технический момент. Но запись будет, и мы ее всем разошлем по тем самым имейлам, на которые вы регистрировались. И мы с вами сегодня примерно на полтора часа. Где-то два блока по 40 минут у нас будет сейчас. И в 12.30 мы планируем завершиться полностью. Итак, начинаем с первой части. Я еще раз представляю Михаила Москотина. Человека, у которого какой-то грандиозный опыт и личных продаж, и управления продажами. Больше 20 лет Михаил занимается продажами. Больше, по-моему, 12 управляет ими, консультирует. И вообще очень глубокие знания в области продаж. Поэтому Михаил, еще раз приветствую. Так, Михаил, слышно ли меня? Да. Михаил, смажите мне рукой. Михаил, слышно ли меня? Есть ли звук? Так, друзья, а если вы не Михаил, меня слышно? Так, меня слышно. Но Михаил меня не слышит почему-то. Так, значит, сейчас мы попробуем исправить это недоразумение. Так, Михаил, алло, слышно ли меня? Есть ли звук, Михаил? Так, у нас есть старая схема решения этого вопроса. Значит, сейчас мы попробуем позвонить Михаилу. Мы сейчас сделаем следующее действие. Мы сейчас уберем Михаила из эфира и пригласим его еще раз. И будем надеяться, что это решит наш вопрос. Нет, не решила. Решила, еще чуть-чуть усложнила. Так. Кажется, что Михаил немножко переподключается. Я сейчас буду подсматривать в чатик. Так, кто откуда вещает? Да, ну давайте я чуть подвечаю на вопросы. Михаил не троллит. Нет, сейчас все будет из звука и видео. Значит, мы вещаем из разных городов. Иногда из одного. Я нахожусь в Петербурге. Михаил находится в Москве. Но поскольку теперь все примерно общее, это же у нас вебинар, то мы не задумывали никаких технических сложностей. Так, сейчас мы Михаила еще раз попросим присоединиться к нам в эфир. Я, Миш, слышу и вижу. Мне и слышно, и видно. Добрый день. Доброе утро. А попросим мы его не только технически, но и голосом. Так, и будем надеяться, что у нас все получится. Алло. Михаил, приветствую. Да, приветствую. Мы не видим, не слышим вас. А я вот зашел, я вижу и слышу и вас, и себя, и вот вы сейчас мне звоните. Да, у нас нет ни звука, ни картинки. Попробуйте выйти в эфир. Давайте, я еще раз тогда выйду, зайду, просто сначала сделаю. Потому что я всех вижу, слышу. Отлично. Так, ну что, друзья, дайте нам, пожалуйста, еще одну или две минутки. Значит, я снова посмотрю в чатик. Вы можете пока что-нибудь у меня поспрашивать. А я что-нибудь поотвечаю. Ну, на всякий случай, для тех, кто к нам заново присоединился. Да, запись будет. Спасибо. Нет, не все ушли. Я надеюсь, что остались. Раз, два, три. Слышно, видно? Да, Михаил. Мне слышно, видно. А вас, меня. Вам, меня. Меня тоже и слышно, и видно, все отлично. Конечно. Тогда я предлагаю больше никого не мучить. Друзья, спасибо за плюсы. Значит, мы переходим непосредственно к первой части, когда мы говорим про смысл в продажах. И вопрос у меня первый, вот такой общий, сейчас мы попробуем на него подпечатать, вопрос Михаил. Михаил, вот когда отдел продаж был в офисе, а теперь разошелся по домам, что у него поменялось или что должно было поменяться? Понял вопрос. Михаил, а мы представляться будем, не будем, там слайды? А, я немножко вас представил, но можно сделать... А, понял, пока меня не было, да? Да. Хорошо, тогда про себя ничего рассказывать не буду. Михаил точно сказал правду, чтобы он не говорил, я ему доверяю. Теперь я бы хотел сказать, что даже дело не в том, что отдел продаж ушел на удаленку, а дело в том, что вот как сейчас обстоят дела, вот про текущую ситуацию. Вот не просто в мирное время отдел продаж увели на удаленку, а вот в условиях самоизоляции, закрытия какой-то части бизнеса. Я бы выделил несколько пунктов, что стоит поменять, что точно поменяли мы в нашем отделе продаж, и что я рекомендую своим клиентам во время консультации. Первая очень важная вещь – это понять, какие боли сейчас есть у клиента. Я это в мирное время называл такой фразой «прогулка в башмаках клиента». То есть встать на место клиента. Что он чувствует, чего он боится, какие угрозы у него сейчас, о чем он мечтает, что он в конце концов хочет сейчас получить от продукта, от услуги с внешнего рынка. То есть просто встать на его место. Мы это сделали в первые 4 дня самоизоляции, мы объявили бесплатные консультации всеми четырьмя тренерами нашей команды – Герасичев, Мауэр, Хребуха, Москотин. И 4 дня просто не то, что в своих головах представляли, а прямо спрашивали у клиентов, что происходит. И 4 дня у нас была такая, знаете, горячая линия с бизнесом. Нам звонили со всех разных городов нашей страны. Мы вот так живьем через камеру общались. Но хорошая новость через 4 дня была такая, что плохо не у всех. Например, один клиент позвонил, говорит, я вообще узнал, что вы бесплатно консультируете, решил воспользоваться. У меня в этом году продажи лучше, чем в 2019. Вот позвонил вам сказать, что у меня все хорошо. Позитив поймали. Я этому рад, что не у всех так плохо. Это первое – встать на место клиента. Второе, что мы сделали, и я рекомендую это делать всем в продажах, сейчас лучшее время полюбить свой продукт. Неважно, что вы продаете. Вот я много провожу времени в полях. Я провожу тренинги для отделов продаж, для компаний. Летаю по всей стране. И я вижу огромную проблему, что люди не знают свой продукт. У меня есть коллега Роман Тарасенко. Наверное, Михаил, вы его знаете. И у него есть такое развлечение. Он занимается маркетингом. И он говорит, я прихожу к клиенту и говорю, вот если все твои сотрудники по очереди мне расскажут стратегию компании на этот год, моя консультация тебе бесплатна. Готов? Ну, естественно, собственник радуется, говорит, давай. А там просто начинается ужас-ужас. Один – одно, другой – другое, третий – третий. Четвертый говорит, ну, нет, нам что-то говорили про стратегию. Так вот, с продуктом такая же, коллеги, проблема. Да, вон, люди пишут, незнание продукта – это проблема менеджмента. Полностью согласен. Вот на 100%. Это проблема менеджмента. И я сейчас как раз разговариваю с менеджментом, а не с линейными сотрудниками. И если кто-то из линейных сотрудников слушает, ребят, ну, займитесь своим продуктом. Первое – разобраться в нем, а второе – полюбить его. Потому что если я не люблю свой продукт, как я могу его продать кому-то, особенно в нынешней ситуации? Вот это второе, чтобы я точно сейчас стал делать. Третье, чтобы я стал делать – это работа на максимуме. Михаил, вы знаете, я много общаюсь с отделами продаж. Я вижу такую ситуацию. Это не только в продажах, это много где. Люди работают на расслабоне. Простите, может быть, за грубое слово, но люди расслаблены. Меня вообще удивляют, когда я сейчас открываю соцсети, и люди пишут, пересмотрел все сериалы, что посмотреть. Я говорю, когда вы их успеваете смотреть? Вы шутите? Я в мир на это время не успевал их смотреть, но иногда в самолете, когда лечу, и то что-нибудь или пишу, или читаю. Я купил фильм «Джентльмены» Гая Ричи, и не мог два месяца посмотреть. Вот тут какое-то в Пасху, воскресенье время какое-то было. Нашел, посмотрел, получил эстетическое удовлетворение от любимого Гая Ричи. Поэтому работа на максимуме. То есть вот я в мирное время говорил, что загружайте своих сотрудников работой. Все беды в бизнесе от безделия, что люди не знают, чем себя занять. Они создают какую-то видимость работы очень часто. Поэтому максимум. Сколько максимум мой менеджер может сделать звонков? 40-50. Опять же, зависит от ниши, конечно. То есть если это колл-центр, который обзванивает и назначает видео встречи, есть там промежуточный этап в воронке, там можно и 70 звонков сделать. Например, наш отдел продаж делает 30-40 звонков каждый день, каждый менеджер. То есть на максимуме, ребят, ну умоляю вас. Это третье, что бы я сделал. Теперь четвертое. Миш, меня слышно? Нормально? Да, нормально, я слышу. Друзья, если вдруг у вас сложности с софтбуком, да, пожалуйста, чуть-чуть погромче выкрутите. Я понимаю, что у меня может быть звук погромче или просто голос я поактивнее. Я могу быть чуть-чуть потише попробовать. Громче говорить? Да, говорят, хотелось бы погромче. Да, понял. Буду еще громче говорить. Но я вроде громко говорю, у меня у самого голос громкий, но буду еще громче. Четвертое, друзья, что бы я предложил сейчас, на что обратить внимание. Когда звонишь клиентам, когда я звоню клиентам, когда наш отдел продаж звонит, фокусируйтесь в голове на помощи. Я звоню помочь. Я звоню быть полезным. Я звоню поддержать. Я звоню с какой-то вот… То есть я – это поддержка клиента. Пару дней назад раздается звонок, снимаю трубку, незнакомый номер, и одна российская компания, ну менеджер, я потом понял, какая компания, он ее назвал, звонит и говорит, Михаил, вас беспокоит такая-то компания. Я говорю, ребят, не надо меня беспокоить. Я вас умоляю, не надо меня беспокоить. Меня беспокоит Facebook, меня беспокоит коронавирус, меня беспокоят первый, второй, третий, пятый каналы, хоть вы-то меня не беспокоите. И он так немножко растерялся. Я говорю, ребят, ну сейчас самое время, ну не беспокоить, беспокоить, а ну все что… Например, мои менеджеры, наши менеджеры звонят по двум причинам. Вот две причины, почему стоит звонить клиенту. Первая причина – это хорошая новость. Мы сейчас все нуждаемся в хороших новостях. Первая причина – позвонить с хорошей новостью. Придумайте информационный хороший повод. У вас есть какая-то хорошая новость. А второе – это подарок. Мне кажется, вот сейчас самое то – это что-то людям дарить, давать, быть вкладом. Две вещи. Ну и третий, конечно, быть полезным. То есть я звоню, чтобы быть полезным. Не впарить, не втюхать, не уговорить, а просто понять боль клиента. И честно, например, если я могу эту боль решить, я ее решаю. Если не могу боль решить, я ее не решаю. Я говорю, вы знаете, это точно не ко мне. Вот сейчас такое время. Сейчас время создавать отношения с клиентами, с партнерами, с сотрудниками. Это четвертое, я сказал. Пятое, чтобы я порекомендовал делать в отделе продаж. Михаил, вы тоже записываете? Я пишу уточняющие вопросики вам. А, понял, понял, хорошо. Пятое – это я слушаю все звонки. Я слушаю по возможности все звонки, которые у нас есть в отделе продаж. Понятно, что все я не смогу прослушать, да? Но я слушаю те, которые не получились, и выборочно те, которые получились. Сейчас время идти в детали. Сейчас время подкручивать. Сейчас время… Сейчас нет мелочей, потому что из-за какой-то мелочи вы можете потерять деньги. Я слушаю звонки своих сотрудников, мы разбираем, я даю им обратную связь. Может быть, где-то их эго трещит по швам, им неприятно. Но сейчас самое время вот как раз убрать словесный мусор, слова-паразиты, слова, которые отталкивают. Типа, вас беспокоит или я украду вас минуточку, я отниму вас пять минут, не надо у меня ничего воровать, отнимать и беспокоить. Это уже и так за вас сделали, пожалуйста, да? Подарок и помощь, и поддержка, вот что мне нужно. Вот, поэтому разбор звонков. Это пятое, что я делаю, разбор звонков, обратная связь, отмечаю все самое хорошее, все это хорошее в скрипты, все плохое выкидываем, вычищаем, перепроверяем, прямо напоминалки делаем. Шестое – это… Ну, я всегда и в мирное время об этом говорил. Быть в ресурсе. Быть в ресурсе. Например, я уже несколько постов выкладывал, я уже писал на эту тему. Сейчас самое время, знаете, когда было мирное время, все говорили, не хватает времени на спорт, не хватает времени на это. Пожалуйста, сейчас море времени у кого-то. Да, я вам заказал гантели, у меня сегодня по расписанию спорт дома, да, у меня здесь и кабинет, и спортзал, и все на свете. То есть быть в ресурсном состоянии, быть энергичным, быть выспавшимся, быть на позитиве, да, я это называю одним простым словом аттракция, да. Найдите то, что вам позволяет быть в ресурсном состоянии. Ну, например, я работаю в кабинете, и этот кабинет, у меня рабочее пространство. Я туда ухожу, говорю детям, я на работу. При этом я переодеваюсь, когда иду на работу. Когда я выхожу, я футболку другую на себя. Раз, все, я отдыхаю. Даже если это обеденный перерыв, я обедаю в домашней футболке, а работаю там либо в рубашке, либо в тенниске, в той, в которой работаю. Ну, то есть быть в ресурсе, это очень важно сейчас любому человеку. Поэтому, когда люди говорят, там, 40% увеличилась продажа алкоголя. Ну, мне грустно и страшно, правда. Мне грустно и страшно. Я понимаю, что люди пытаются стресс снять алкоголем, но это же только побочка от этого. Сейчас время как раз правильного питания, спорта. А как по-другому? Выживут те, кто в ресурсе. И я своим менеджерам это говорю. Я нашему отделу продаж каждый день на утром на совещании говорю, девочки, будьте в ресурсе. И они спортом занимаются. И седьмая важная вещь – это излучать спокойствие и позитив. Это то, чего не хватает людям. Я сегодня, когда готовился к этому вебинару, я говорил, вспоминал о том, как прошел мой 2008 год, когда был кризис. Второй в моей жизни, это уже четвертый. Я просто приезжал к клиентам, я с ними общался. И тогда не было самоизоляции. Я приезжал, их поддерживал. И многие клиенты просто мне открыто говорили. Миш, ты знаешь, что ты будешь и сразу же пообщаешься и как-то полегче становится. Людям нужна сейчас вот эта поддержка, вот это отношение, которое, мне кажется, важное. Мы проводим тренинги, знания, навыки, отношения. Мы как раз работаем в области отношений. У меня там, Миш, есть слайд, но мы его, не знаю, покажем, не покажем. Можем легко. Как раз отношения. Вот семь вещей, которые бы я... В технические моменты, Миш, вы понимаете? Потому что технические моменты будут другие спикеры, которые скажут, как всем этим управлять с точки зрения CRM и прочих инструментариев. Я больше про отношения. Я больше про людей и про продажи. Да, мы во второй части... Точно я бы сделал. Мы во второй части разберем, как это работает на примере CRM и интерфейсы покажем. Поэтому, друзья, все это будет. Немножко уточняющих вопросов, которые у меня получились. Я из чата подглядывал и сам немножко говорил. Когда у вас большое количество звонков? Как их всех послушать? Как выбрать те, которые нужно послушать? Здесь, Михаил, первое. Я слушаю звонки, которые, например, менеджер, сложный клиент. Давайте разберем. Например, вот была ситуация. Наш менеджер звонит. У нас удивительный продукт. Иван Маурах создал. У нас есть программа «Силы настоящего». И он сделал поддерживающий продукт для того, чтобы отделить мое мышление, мои эмоции, мое тело и я. Это то, что нужно сейчас в данной ситуации. Управлять своим состоянием. Те, кто проходили «Силы настоящие», они понимают, о чем речь. И менеджер звонит девочке. Разговор идет прекрасно. Все выяснило потребность. Все уже подошли к оплате. И девочка просто в лоб говорит. Я осталась без работы. Я осталась с тремя детьми. И без мужа. Вот вы как считаете? Я сейчас должна эти деньги вам отдать? И менеджер так потерялась. Так немножечко... Ну, я не знаю, как это вам решать. И она, правда, не ожидала такого вопроса. Когда мы стали разбирать, что я ей сказал, говорили про кофе, который проливается. Вот я воду пролил. Да. Рукой. Николай, у вас видео замерзло, по крайней мере, у меня. И в чатике пишут тоже, что нет. Попробуем включить-выключить камеру. Да. Звук есть, отлично слышно, но картинка замерзла. Секунду. Раз, два, три. Развисло? Да, у меня развисло. Развисло, да? Ага. Вот. Плюсует тоже в чатике, значит, все окей. Все. Идем дальше. И я, разбирая этот звонок, я ей просто открыто сказал. Я говорю, понимаешь, если бы она мне задала такой вопрос, я бы однозначно сказал, да, точно. Потому что у нее сейчас отвратительное настроение. Она сейчас в депрессии. Она сейчас всех обвиняет. Мужа, страну, правительство, кого угодно. И за 3 тысячи рублей, это цена марафона, который ведет Иван Маурах, она может успокоиться, она может разобраться в своих чувствах, эмоциях, она может расставить приоритеты, она может определиться с целями. И это лучшая инвестиция настоящего. И мы это разобрали. То есть, вот как я делаю. Либо я беру просто абсолютно случайно несколько звонков, которые были удачные, когда сделки закрылись, говорю, давайте послушаем. То есть, понятно, что когда там отдел продаж 5-10 человек, и я один, я не могу физически. Я делаю это выборочно. Это очевидно. Можно теоретически смотреть, если у вас CRM-система, и вы смотрите уже в статистике эти звонки, вы отсекаете минимальные звонки, которые там меньше минуты, там нечего слушать. То есть, отсекаете максимальные звонки, которые больше там 15 минут. Это там что-то сложное, наверное, это не статистика. И слушайте серединку, а в особенности, если вы можете послушать звонки, например, по выигранным сделкам или наоборот по проигранным сделкам, это вам даст пищу для работы с каждым менеджером. Михаил, вот очень классный вопрос. Ваши менеджеры знают, что вы слушаете их звонки? Да, конечно, знают. И они сами мне иногда звонят и говорят, Миша, у тебя есть время? Там в WhatsApp пишут, есть сейчас 5 минут? Я говорю, да, у меня есть время. Набирают меня, давай вместе послушаем звонок. Потому что они понимают, что я их слушаю не чтобы кого-то там заплющить, ай-яй-яй, ата-та, или оштрафовать. Нет, я против таких методик. Я им помогаю, я их развиваю, я в них вкладываюсь. Слушая свои звонки, их эго трещит по швам, но они понимают, что они становятся профессиональнее и богаче от этого. Поэтому они к этому нормально ок относятся. Эго трещит у любого человека. Когда меня разбирают, мое эго тоже трещит. Когда свои звонки слушаешь, это же ужас какой-то. Если кто-то слушал свои звонки, то это невыносимо, начиная от голоса, как ты говоришь, как это звучит вообще, и заканчивая, что ты говоришь. Это нормально. Мы тот же самый эффект видим при внедрении CRM, когда менеджеры воспринимают CRM как инструмент жесткого контроля и наказания. Опять же, нет, инструмент это CRM помощи, когда ты понимаешь, где ты можешь вырасти, какую конверсию докрутить, и где у тебя не очень здорово получается. Это вот туда же в помощь. Я считаю, что руководитель отдела продаж должен это все испытать на своей шкуре. Например, я, Михаил, точно знаю, что мой рекорд личных встреч, личных встреч, мы сейчас не говорим про телефон, 11 встреч в день. Это то, что я сделал максимум. Один раз мне это удалось. 11 встреч у меня было, рабочих встреч, переговорных, где мы каждый раз закрывали сделку в той или иной мере. Но я понимаю, это был Нижний Новгород, я запускал там один проект, и я уже около 12 ночи пришел в отель, и я просто, мое состояние, я засыпал стоя. То есть я выключал свет, и я чуть ли не в одежде уже бухнулся спать. Но я знаю, что я это могу. То же самое со звонками. Нужно просто на своей шкуре пройти это и понять, сколько максимум. Либо смотреть по лучшему сотруднику. Я исповедую простую точку зрения, если может один, может другой. Никто не лучше, никто не хуже, может один, может другой. Все. Еще был комментарий в чатике, что заходы с позитива, например, у меня для вас подарок, они уже не работают. Как у вас, поделитесь. Друзья, у нас они работают. У нас они работают. И я считаю, что люди... Понятно, что меня, как и любого человека, раздражает вот эта скидка 70%, а внизу дописочка до 70%. И на 70% это какой-нибудь старый чайник или порванные кроссовки 83-го года коллекции, в которых Кевин Костер еще снимался в фирме «Водный мир». Ребята, мы делаем честные подарки. Мы звоним с нормальными, хорошими новостями. Поэтому здесь еще второй момент очень важный. Важно, что я говорю, и важно, какой я в этот момент. Какой я в этот момент. Вы знаете, в этом плане я люблю банк «Точка». Боря Дьяконов, это не реклама, просто люблю этих ребят. Я их клиент, а они мои клиенты. Я их стал клиентом, когда узнал, что эти ребята раз в две недели делают рабочую встречу на тему, как сделать жизнь клиентов лучше. Это называется контекст компании. Если у вас контекст манипулятивный, как бы нам развести и какую-нибудь им кость дешевую кинуть, а потом это чувствуется клиентами. А если у вас контекст реально быть полезным, реально помочь, реально создать ценность, тогда с этим все окей. Дело не в инструменте, а в отношении. Еще немножко из чатика. Вы сейчас пример приводите на своих продуктах, инфопродукт. Работает ли это в реальном секторе? Не знаю, я продаю трубы, кроссовки, металл, что-то такое. Михаил, я занимался разными бизнесами, разными секторами. И я тренирую и сотовые операторы, и промышленные гиганты, и агрокомплексы. Магнитогорский металлогический комбинат, один из моих любимых клиентов, работает. Друзья, работает. Поймите, чья-то боль – это чей-то бизнес. Поймите боль сейчас клиента. То есть, что я начал. Первое. Какая сейчас боль у клиента? И если вы сейчас его боль… Например, я позавчера общался с клиентами, у них производство. Они производили спортпит. Они международная компания, они российская компания, она работают по всему миру. И они поняли, что все, ну спортпит просто встал. Вот реально встал. И они даже… Мы даже не стали попытки делать, что фитнес-клубы закрыты, магазины закрыты, а у них B2B – производство. И они быстро перестроились. Они сейчас делают санитайзеры, вот эти обеззараживатели, маски, костюмы. Да, окей. И также продают. Пожалуйста, промышленность, промышленность. А законы те же, принципы те же. Психологию отношений никто не отменял. Завтра у меня будет консультация, тренинг онлайн. Ребята продают тротуарную плитку, асфальт. Пожалуйста. Окей. Перейдем к руководителю отдела продаж. Кажется, что сейчас роль РОПа вот прям сильно выросла. Что ему прямо сейчас нужно делать? Что контролировать? Как разговаривать, общаться? Какая его ключевая задача сейчас? Ну, если пойти по порядку, например, о стандартных задачах РОПа говорить и просто посмотреть, как было, как стало. Например, первое – это планирование. Задача РОПа – это планировать. Планировать деньги и планировать работу сотрудников. Две важные вещи. То есть сейчас, в нынешней ситуации, этот план, на мой взгляд, идет по неделям. То есть если мы раньше, там, год, три, пять, неделя. Вот у нас сейчас неделя. Как на этой неделе загрузить своих сотрудников и сколько мы на этой неделе заработаем денег? У нас длинный план в нашей компании сейчас до 30 апреля. Потому что каждый день новости с полей, каждый день там Израиль, вот мне друзья позвонили, Израиль открыли магазины до 800 квадратов. Америка что-то там открывает, Германия там салоны красоты, что-то еще. Мы ждем 1 апреля. Ой, 1 мая, извиняюсь. Это первое – это планирование. Только оно изменилось, оно стало краткосрочным. Второе – декомпозиция. Когда у меня план условно миллион, и эта проблема, на мой взгляд, многих робов в нашей стране, они дальше этого многие не идут. Когда начинаешь идти в детали, например, сегодня 17 число, я говорю, сколько сделано из миллиона? Он говорит, 300. Я говорю, а как ты сделаешь 700? Ну, пока не знаю, как это буду делать. Проблема в чем? В том, что у него не было декомпозиции. Он не разделил это на сотрудников, на рабочие дни, на количество звонков, на свою воронку, у кого какая конверсия. Он не видит всей картины в целом. Он как шаман с бубном. Поэтому сейчас самое время выстраивать воронку, подкручивать конверсию свою. Смотреть, у кого сотрудников, какая конверсия, где мы проседаем. Поэтому вот это вторая важная вещь. Третья важная вещь, на мой взгляд, это контроль. Он и тогда был важен, но сейчас он особенно важен. Это ежедневные встречи, совещания. Я за то, чтобы два раза в день, утром и вечером. Это контроль СРМки, показатели, как заполняем, что происходит, поступление денег. Но опять же запись звонков, прослушивание звонков и доска результативности, чтобы я каждый день видел, что происходит. Четвертое – мотивация. Мне кажется, сейчас самое время, я много общаюсь с клиентами, я вижу такую ситуацию, что люди многие в тонусе. Я имею в виду про сотрудников. Потому что все говорят, что нас ждет безработица, люди останутся без работы. Уже часть людей остались без работы. И мне кажется, многие, кто поумнее, они одумались. Мне кажется, сейчас качество сотрудников немножко повысится. Но здесь опять же мотивация. На мой взгляд, сейчас самая ключевая мотивация – это вот именно стабильность. Собрать свою команду и просто честно поговорить, как у нас обстоят дела. Вчера смотрел интервью с одним ресторатором. Он говорит, я собрал команду, и я сказал, сколько я им могу платить денег. Честно и открыто. И, например, если у меня директор ресторана получает 200 тысяч в мирное время, а я ему сказал, я могу только 300 сейчас тебе платить. Я не могу платить 200. И он мне честно сказал, что я параллельно ищу работу. Мне кажется, это тоже честные отношения. Это по-партнерски. А дальше, когда все это снимется, либо этого возвращать, либо нового искать. Ну и очень важная вещь, мне кажется, это сейчас Роб, он прежде всего сейчас психолог. Психолог, вдохновитель. Как я раньше разбирал звонки, как сейчас я разбираю звонки – это два разных подхода. Я сейчас осторожнее подбираю слова. Я сейчас больше делаю акцент на вдохновение, потому что важно, чтобы люди были в ресурсном состоянии. То есть Роб – это сейчас еще и психолог. Ну и последнее – это обучение, обучать людей. Задача Роба, она и раньше была обучать людей, и сейчас. Обучение первичное, когда только человек пришел, какие-то стандарты. Обучение ситуационное. Ситуация появилась, мы ее разобрали, чтобы больше повторных этих ошибок не делать. Слабые места. Ну и четвертая система обучения – это обучение на будущее, пока, мне кажется, оно на паузе. Пока о каком-то дальнейшем развитии людей, о карьере, ну, можно поставить на паузу. Вот, Михаил, я бы так, наверное, прокомментировал задачи Роба вот сегодня, как я их вижу. Ну то есть, по сути, принципиально задача Роба не меняется. Мы уменьшаем горизонт планирования. Акценты немножко расставляются. Да, и смещаем акценты. Да, да. Окей, тут тоже примерно понятно. Еще есть такой вопрос про перемену, там, что было месяц назад и что происходит сейчас. Мы все ушли от живых встреч, у кого они были в цикле сделки, в видео встречи. Есть ли принципиальная разница между живыми видео встречами, как вы их проводите, там, в чем сместились акценты или что нужно делать по-другому? Если бы два месяца назад у меня спросили про видео встречи, я бы, конечно, сказал, ребят, но это все равно, это суррогат. Два месяца назад я бы сказал, что это суррогат. Звонок, мессенджер и письмо. Это с точки зрения эффективности. С точки зрения комфорта для людей, на первом месте проще написать письмо, мессенджер. В обратном порядке. Потом видео и живая встреча, она самая диско... Да, она абсолютно в обратном порядке. Она абсолютно... У меня позавчера менеджер наш задал мне вопрос. Михаил, скажите, а вот клиент мне написал в почту, нам в почту, а я ему позвонила. И потом он написал, что было бы комфортнее, если бы обратная связь поступала из того же источника, из которого пришла. Ну, типа, я вам написал письмо, зачем вы мне звоните? И я ей объясняю, ему, конечно же, так комфортнее. Но с точки зрения эффективности, лучше всего, ну, либо позвонить, либо же звонок в видео. Теперь, если посмотреть, что произошло со мной за месяц, я полюбил онлайн истории. Я консультирую онлайн, я разговариваю с клиентами онлайн, я провожу тренинги онлайн. И я, видимо, к этому уже привык за этот месяц чуть больше. И я на самом деле уже больших ограничений и не вижу в этом. Да, конечно, когда все вернется обратно, я также буду ездить по клиентам и с ними общаться глаза в глаза. Но как инструмент, например, мы работаем иногда с другими городами, мы и раньше это делали. Мы делаем онлайн-встречу, мы садимся, обсуждаем, она может быть и час, и полтора. Все, проговорили, обсудили, договорились об обучении какой-то команды, отправили тренеров в Магнитогорск или в Питер или еще куда-то. Люди, в чем идея, почему важно видео, да, и почему важно искать там площадку, которая это позволяет. Нервный канал глазной в два раза толще, чем ушной. И вот эта история там аудиалы-визуалы, она, если честно, не очень уже корректна. Потому что по факту мы все больше визуалы. Глазной контакт, то есть информация быстрее попадает в мозг в два раза быстрее, чем через аудио. Единственное, чтобы я сейчас порекомендовал заранее отправлять людям презентацию, заранее отправлять какие-то документы, чтобы человек мог заранее ознакомиться, чтобы я с ним общался, а он прямо это уже просматривал, да. У меня, когда я веду какие-то переговоры, у меня лежат маркеры. Я также рисую, показываю в камеру. В принципе, то же самое, что я делал на живых встречах, только вот удаленно. Поэтому сильно большой разницы я уже не вижу. Как бы это ни удивительно мне было говорить. Потому что два месяца назад я бы сказал, нет, онлайн это суррогат, вот лучше живого общения ничего нет. Да, человек ко всему привыкает. Но нужно ли что-то делать в видео по-другому? Чем живем? По-другому, по-другому, по-другому. Ну, Михаил, вот я просто сравниваю свои ощущения, что я сейчас делаю и то, что я делал когда. Я большой разницы не вижу. Вон кто-то пишет, жестикуляция забавная. Может быть, я когда онлайн, я может сильнее жестикулирую. Может быть. Живьем, но я, наверное, так активно руками не размахиваю. Человек же воспринимает через три канала информацию. Первое, это 7% это слова, значение слов. 38% это голос, тембр голоса, интонация, громкость. И 55% это не вербалика, это мимика, это жесты, это как человек себя подает, ведет. Элементарный пример. Попробуйте развалитесь на кресле, раскиньте руки, ноги и скажите, господи, как все плохо. Ну, не получится же, да мы засмеемся в этот момент, потому что тело другие сигналы посылает. И наоборот, если скукожиться, сутулиться, сдвинуть брови и сказать, жизнь прекрасна. Ну, где она прекрасна, все плохо сразу у тебя становится. Поэтому вот, наверное, вот как-то так. Кто-то пишет, NLP однозначно присутствует. Друзья, сразу скажу две вещи. Никогда не учился NLP, книжки читал, и вокруг NLP много-много-много мифов. Люди считают, что NLP – это какая-то манипуляция другими людьми. NLP – это прежде всего умение управлять собой, нейролингвистическое программирование. Например, это то, что я понял, учась на психолога. Вот, поэтому это как мне где-то на тренинге человек сказал, он такой был старшего поколения, говорит, Михаил, а вы используете NLP? Я так перед ним пальцем щелкнул, говорю, да, и цыганский гипноз. Он говорит, а что вы сейчас сделали? Я говорю, все, вы теперь пожизненно будете ходить на мои тренинги и платить мне деньги. И он реально испугался, хотя я просто троллил его, потому что, ну, это переоцененная история. Вот как-то так. Мы сейчас попробуем несколько вопросов из чатика взять. Да, давай. Есть тот, который ближе всего к финалу. Как выстроить? Ну, вот я его обобщу немножко. Как выстроить воронку? Есть там определенные циклы сделки, как выстроить их по стадиям? Есть ли какие-то рекомендации? Когда я работаю с воронкой клиентской, Михаил, у меня есть одна рекомендация, то, во что я верю. Есть два подхода людей к жизни и к бизнесу. Одни люди упрощают, другие усложняют. Я за то, чтобы упрощать. Я за упрощение количества отчетов, потому что огромное количество отчетов никто не смотрит, никто не читает. И по факту они нужны просто потому, что есть, и кто-то их придумал. И то же самое с воронкой. Здесь надо смотреть, как устроены ваши процессы. Ну, условно, количество людей, зашедших на сайт, количество позвонивших. Да, вот вам, пожалуйста, воронка эффективности вашего сайта. Количество звонков менеджера, количество договоренностей на живую встречу, количество каких-то промежуточных, может быть, если есть какой-то этап промежуточный, количество закрытых сделок, количество оплаченных договоров. Все. Минимальное количество этапов, на мой взгляд, нужно делать. А дальше самое важное – это считать конверсию и подкручивать там, где у вас самое слабое звено. Поэтому я вот так на это смотрю. Я за упрощение. Вижу вопрос про несколько примеров по видам сделок. Мы сегодня во второй части с Семеном будем разговаривать про, в конце уже, про отраслевые CRM-ки, про отраслевые настройки. И у Семена как раз… Да, это не ко мне. Да, у Семена как раз есть отличная подборка, примерно там 20 преднастроенных CRM, которые коллеги сейчас собираются выпускать. Можно будет там либо подсмотреть, либо спросить у Семена. Предлагаю немножко резюмировать для бизнеса и для руководителя отдела продаж в продажах сейчас. Может быть, что нужно делать каждый день, какие показатели мониторить? То есть, что в первую очередь, про что не забывать? Михаил, а можно я немножко по-другому поступлю? У меня есть одна из любимых тем, она есть в слайдах. А мы можем слайдить? Да, конечно. Это возможно? Конечно. Ага, откройте, пожалуйста. Так. Вот они слайды. Да-да-да, сейчас я их пролистаю. Вот несколько идей, которыми я бы хотел зафиналить. Смотрите, коллеги. Вы наверняка знаете soft skills, hard skills. Вот hard skills – это знания и навыки. И любые знания и навыки, Михаил, любой из нас может получить. Хорошего продавца можно вырастить за 3-6 месяцев. Хорошего руководителя результативного можно вырастить за 6-12 месяцев. И это вопрос знаний и навыков. И проводилось неоднократно исследование, что знания и навыки или hard skills – это лишь 15% успеха. И я сейчас всем предпринимателям, бизнесменам пожелаю развивать именно отношенческие категории или soft skills. Потому что 85% успеха в бизнесе – это не я придумал, коллеги. Мы просто этим занимаемся профессионально больше 20 лет. Это именно отношение. Отношение к продукту. Отношение к клиенту. Я никогда не забуду, когда я пришел на переговоры в один банк, и они очень мечтали, чтобы их сотрудники увеличили продажи и результативность, а в процессе я выяснил, что большая часть топ-менеджеров и сотрудников не пользуются услугами своего банка. Потому что услуги так себе. И вот это, друзья, для меня манипуляция. И я даже не взялся за эту работу, потому что я сказал, «Ребят, вам нужно сперва менять отношения, а потом уже давать людям знания и навыки». Отношение к клиентам. Я противник манипуляции, мы за открытую работу, мы за партнерство. Отношение к коллегам. Кстати, отношение, Михаил, к текущей ситуации. Это отношение. Мне понравилась две недели назад шутка в интернете. Как-то быстро Атлант сутулил плечи. Когда все было хорошо, все читали книгу, Атлант расправил плечи, а сейчас все сразу стали жертвами. Причем, знаете, так, Михаил, интересно, люди же собирают какой-то... образ общий со всего мира, каким должна быть наша страна. Они берут все лучшее, а вот в Германии вот так, а вот в Америке вот так, а вот в Израиле вот так, а вот во Франции вот так, а вот в Англии вот так. Даже умудрились Белоруссию, в пример, поставить. Это ошибка мышления, это отношенческая категория. Когда я хорошее вижу там, а у себя вижу плохое. Я сейчас, друзья, вообще не про страну. Я и про продукт. Я и про бизнес. Я и про клиентов. Это тоже отношения. И на что сейчас стоит делать акцент? Вот на этот вопрос. А на сколько процентов моя жизнь зависит от меня? Или твоя жизнь зависит от тебя? Это очень важный вопрос, который стоит сейчас задать. Потому что огромное количество людей, Михаил, сейчас превратились в тотальных жертв. Они жертвы коронавируса, они жертвы системы, они жертвы заговора, они жертвы президента, причем и нашего, и других. Они жертвы самоизоляции, они жертвы сотрудников. И кто-то выплескивает негатив в социальной сети, кто-то просто какой-то троллинг выплескивает. А я предлагаю заметить, что есть две позиции в жизни и в бизнесе. Есть позиция жертвы, потому что когда все хорошо, это кто сделал? Это я сделал. Я бизнес запустил, сотрудников обучил. Все хорошее это я в бизнесе сделал. А все хорошее это они. Вот это и есть жертвенная философия или жертвенное мышление. И второй, Михаил, подход, это позиция авторства. Я выбрал жить в этой стране, и я буду здесь что-то менять. Я выбрал эту нишу, я либо в ней останусь, либо пойду искать другую нишу. Я выбрал заняться бизнесом, либо я буду развивать его дальше, либо запускать новый, либо пойду в найм. Это вопрос выбора. В конце концов, я выбрал эту жизнь. И есть несколько фраз, которые люди используют, и можно просто сейчас, там каждый в чате, можно сейчас просто себя заметить. Посмотрите, да? Проактивный, реактивный, жертва автор. Вот фразы, которые я слышу. Я ничего не могу с этим поделать. Вот такой я есть. Он меня так раздражает. Они не согласятся. Мне придется. Такая ситуация. Я не могу. Я вынужден. Я не люблю. Я не хочу. Это все жертвенная позиция, друзья. Я тут написал пост на тему того, что это вообще нормально, менять профессию в чтении жизни. И современный мир так устроен, что мы учимся всю жизнь. Не факт, что я буду всю жизнь тренером и психологом. Я имею в виду дальнейшую. Да, я могу что-то поменять. Если ситуация изменится, и я пойму, что мне интересно что-то другое, или то, что я делаю невостребованно, я поменяю. Это нормально. И меня завалили шквалом негатива, что государство должно заботиться. Друзья, ну это же иллюзия. Позиция жертвы мне все должны. Позиция автора или проактивная? Никто никому ничего не должен. Но я выбираю помогать своим сотрудникам. Я выбираю заботиться о своих клиентах. Я выбираю там вкладом быть в свою семью. Это вопрос выбора. Ну еще пару фраз. Ну что я могу с этим поделать? Я не могу переделать свой характер. Вот такой я есть. Я всегда шучу, говорю, вот такой ты и нет. Я вынужден, если бы да только. Теперь что такое позиция автора? Это я могу, я сделаю, я выбираю. Это мое решение. Я выбираю пользоваться вот этой CRM-системой. Я выбираю слушать звонки. Я выбираю выходить из этого кризиса. Я выбираю инвестировать. Это мой выбор. До этого я этого не делал, сейчас делаю. Окей? Вот мне кажется, Михаил, вот на этом сейчас стоит очень сильно акцентировать свое внимание. Мой мозг занят чем? Обвинением, поиском виноватых? Или мой мозг занят поиском решения? Я взял ответственность за данную ситуацию на себя, и я ищу выход. И я помогаю своим сотрудникам. Потому что многие сотрудники тоже сейчас в жертвенной позиции. Вот, наверное, Михаил, вот я об этом. Угу. Хорошо. Ну, как-то так. Мы больше вопросов из чатика не возьмем. Будем переходить ко второй части. Михаил, спасибо огромное. Пожалуйста. Вот еще одна любимая картинка. Если ты считаешь, что можешь, ты прав. Если считаешь, что не можешь, ты тоже прав. Очень нравится она мне тоже. Да, да. Ну что, как-то так, Михаил? Да, примерно так. Огромное спасибо за первую часть. Огромное, пожалуйста. Да, мы тогда с Михаилом прощаемся. Все, Михаил, спасибо, что пригласили. Надеюсь, что был кому-то полезен. Увидимся в мирное время, живьем, а пока в онлайне. Счастливо. Да, всем хорошего дня. Кстати, все будет хорошо, я узнавал, Михаил. Мне так же говорили. Да. Так, друзья, значит, напомню еще раз, у нас из двух частей состоит вебинар. Первая часть теоретическая, как мы строим, как мы видим, как мы меняем отношения. Вторая часть практическая, и мы про CRM-систему, про то, какие показатели внутри можно посмотреть, как выстраивать внутри Bittrex24 продажу и как это выглядит, в принципе, что можно делать. Семен, выходи гулять. Пока Семен подключается к нам, я немножко представлю. Семен Шумейко, основатель компании NeuroCRM. У коллег большущий опыт по автоматизации отделов продаж и компаний с продажами. Там больше 500 компаний у них в портфеле. Семен немножко скажет про это. И мы сейчас как раз будем говорить уже ближе к конкретике, к конкретике Bittrex24. Маленькое резюме первой части. То есть был вопрос в чатике, что же поменялось все-таки, когда мы перешли от стационарного отдела до от офиса в удаленный отдел продаж. Это принципиальная позиция, которую Михаил озвучивал. Сократились сроки планирования. Очень сильно выросла значимость коммуникации внутри отдела. То есть ты должен поддержать. Вот сейчас длинный финал наш про отношения был как раз про то, что нужно поддерживать сотрудников, объяснять, зачем это нужно. И, конечно же, в удаленном формате ты не можешь строить продажи и контролировать их без системы. Вроде бы, как мы в названии прям закладывали это, что без системы ты раньше мог пройтись по офису и посмотреть, кто как звонит, послушать одним ухом или как-то поговорить с менеджерами. Теперь чаще всего не получается этого делать, если вы несемейным подрядом дома на балконе работаете. Необходима система. Так, Семен, привет. Привет. Уважаемые друзья, хорошо ли меня слышно? Если с звуком и с громкостью все окей, поставьте, пожалуйста, плюсики. Михаил, с твоего позволения я немножко с ребятами говорю, да? Уважаемые друзья, да, действительно, я нахожусь в Санкт-Петербурге. Наши компании находятся в Санкт-Петербурге. Мы с Питера начали развитие свое. Но мы, в принципе, работаем вообще по всей России. Да, у нас более 500 компаний, с которыми мы взаимодействуем активно. И мне хотелось бы вас спросить, откуда вы сейчас смотрите наш вебинар? То есть, какого города? И если несложно, напишите, я с города такого-то и нахожусь там в самоизоляции. Или все-таки вы работаете сейчас в прежнем режиме? Барселона, Иркутск. У нас география обширная. Да, да, да. Супер. У нас с тобой география за спинами. Да, да, да. Можно глянуть. Мне очень нравится этот баннер, потому что, на самом деле, у нас клиенты тоже с всего земного шарика по Bittrex 24. То есть и с Чехии, и с Праги, и с Италии, Испании, с Америки. На самом деле, мне это очень нравится. Ульян, Москва, в самоизоляции. Мы собрали большую часть, кажется, что географии. Уважаемые друзья, вкратце сейчас немножко о нашей компании и сразу же к делу. Окей? Небольшой слайдик нашей компании. На самом деле, слайдик прошлогодний. Нам уже 4 года. Мы являемся золотым партнером Bittrex 24. У нас более сотни своих разработок и более 500 проектов мы уже реализовали. Кстати, вот Михаил куда-то пропал. Я надеюсь, что он в ближайшее время выйдет. Я просто выключил камеру, чтобы тебя было лучше видно и слышно. Но я здесь. Да, да, да. Да, да. Окей. И исходя из режима, в котором мы сейчас работаем, так уж получилось, что изначально мы, как компания, Книра и CRM, мы вообще, в принципе, работали именно в удаленном режиме. То есть количество наших встреч с клиентами реальных, их было не более 5%. То есть 95% нашего взаимодействия с клиентами по настройке CRM систем, по настройке карточек сделок, по разбору их воронок продаж и не только воронок продаж, еще HR направлений и других направлений в бизнесе. На самом деле у каждого бизнеса не одна воронка, а, как правило, несколько воронок и направлений. В общем, все это у нас происходит в удаленном режиме. По большей части это делаем через Skype или через тот же самый Zoom. Поэтому мы на самом деле, если честно, ну не то чтобы были подготовлены к этой ситуации прямо на 100%, но для нас этот режим сказался на нашей работе, ну сказался ли он на работе нашей компании, да, сказался. Но на самом деле мы максимально комфортно сейчас работаем, поддерживая наших клиентов в удаленном режиме и взаимодействуем через CRM системы. То есть CRM системы это та основа, через которую на самом деле можно запустить отдел продаж в какой бы нише ни были. Также дайте, пожалуйста, обратную связь в чат, кому было бы интересно в ближайшее время вообще в принципе настроить свою CRM систему и работать через нее. Я понимаю, что даже если вы сейчас находитесь в режиме самоизоляции, ваша компания работает, она все равно работает через что-то. Там Excel табличка, какой-нибудь там блокнотик или не знаю, Trello. У каждого по-разному, да, ну вот кто понимает, что ситуация такая, что ну пора уже работать как-то централизованно через CRM систему. Уже стоит BITRX24, но да, спасибо большое за обратную связь, я просто тоже хотел бы от вас ее периодически получать, буду задавать вам вопросы. Уважаемые друзья, я и на ваши вопросы буду тоже отвечать периодически, но через Михаила, потому что чатик быстренько бежит, я вижу ваши плюсики и все остальное, да, ребят. Ну вот Михаил будет выступать в качестве модератора, да? Да, я буду зачитывать какие-то вопросы, сейчас предлагаю подвигаться. Мы хотели сегодня посмотреть и по CRM системе, по BITRX24 и по логике тоже немножко будем говорить, что такое лиды, что такое сделки, как их настраивать, для чего нужны тоннели. И сейчас я тоже вот все вопросы свалил тебе сразу же, ты с ними разбирайся, я буду подключаться. Я сейчас буду идти по своей презентации, я подготовил ее и в принципе она логически поставленная и мы действительно сейчас ответим на все вот эти вопросы, про которые Михаил рассказал. Мы начнем с лидов, потому что это история, которая не то чтобы основополагающая, но скажем так, она очень важна, да. CRM система это как минимум система для хранения данных по вашим клиентам, да, то есть на самом деле переводится она как система построения взаимодействий с вашими потенциальными клиентами. Вне зависимости откуда ваш клиент пришел, он должен быть зафиксирован в CRM системе, да. И в BITRX24 есть такая сущность как лиды. Я сейчас покажу дальнейший слайд, да, как он визуально выглядит, чтобы вы понимали визуально как выглядят лиды в CRM системе. Это тоже некая воронка предварительной квалификации ваших потенциальных клиентов, да. Зачем нужны эти лиды? Они позволяют вам контролировать качество работы ваших маркетологов, тех ребят, которым вы непрерывно платите. Иногда кто-то понимает, за что платят своим маркетологам, иногда нет. В некоторых случаях наши клиенты приходят и говорят, да мы в принципе там вот им бюджет согласовываем, а дальше для нас как черный ящик. Придет столько-то клиентов, хорошо, придет больше клиентов, отлично, придет меньше клиентов, но очень плохо, наверное, что-то надо поменять, да. Так вот, с помощью лидов, воронки лидов, да, можно контролировать качество ваших маркетологов, можно понимать и анализировать, какого качества эти лиды вам в систему поступают. Дальше. Лиды также необходимы для квалификации ваших потенциальных клиентов. Квалификации или классификации, по-разному это называется. В общем, основная суть в том, что когда к вам поступает потенциальный клиент, важно понять, какой категории этот клиент. По платежеспособности, по потенциальному спросу, по необходимости в вашем продукте, то есть он хочет купить сегодня или это для него там дальние перспективы и так далее, да. У нас в компании идет тройная квалификация клиентов, то есть мы определяем платежеспособность клиента, мы определяем, когда он хотел бы приступить к работе, и мы определяем еще ясность и четкость его целей, то есть это тоже очень важно. То есть иногда приходят клиенты, которые точно знают, что они хотели бы купить и реализовать, иногда приходят клиенты, которые особо-то не понимают зачем, то есть им в принципе интересно, но четкого интереса они не могут сформировать. Скажите, пожалуйста, уважаемые друзья, у кого из вас в бизнесе идет и построена, и вообще внедрена классификация, да? Дайте, пожалуйста, обратную связь, кто квалифицирует, классифицирует своих клиентов. Скоринг, плюс, минусы, плюсы. Окей. Также лиды нужны для того, чтобы осуществлять распределение ваших заявок по направлениям. То есть, например, есть интернет-магазин, да, и для того, чтобы классифицировать этих, для того, чтобы определить, оптовый это заказчик или не оптовый заказчик, например, этот клиент хочет там маленькую партию, большую партию, он хочет заказать именно товар, или он хотел бы услугу по обслуживанию, да, вот лиды также нужны для вот этого процесса. Помимо этого, конечно же, лиды нужны для того, чтобы собрать информацию по самим сотрудникам, которые этот процесс осуществляют. Я также хотел бы узнать обратную связь у вас. Скажите, есть ли среди вас те, у кого квалификацию или классификацию осуществляют отдельно взятые сотрудники, то есть не менеджеры по продажам, да, которые составляют договора, счета и все остальные действия делают, да, а вот отдельно выделенные ребята. Окей, нет. Смотрите, ключевая особенность лидов в том, что здесь стоит вопрос, чем быстрее, тем лучше. То есть чем быстрее вы квалифицировали клиента, квалифицировали клиента и передали в соответствующее направление, тем лучше. Чем медленнее вы эту историю делаете, тем хуже. То есть когда клиент к вам позвонил, желательно быстро взять трубку, поговорить с клиентом и передать в следующий отдел. Это в идеале. Если вы долго берете трубку или там не перезваниваете на звонок и так далее, да, то этот ваш потенциальный лид может просто перейти в другую компанию, да, то есть найти вашего конкурента. Мы все с вами находимся в открытой среде. То есть у нас перед каждым из нас есть интернет, вы можете забить поисковую фразу и найти там нужную компанию и так далее, да. Поэтому чем качественнее вы работаете с лидами, тем лучше для вашей компании и больше будет конверсия. Визуальное отображение я показал, да. Основная история с точки зрения лидов это в том, чтобы качественно распределить по направлениям. Но хочу сказать, что не у всех клиентов, к сожалению или к счастью, нужно применять вот именно лиды. Потому что есть клиенты, у которых лиды сразу же переходят в одну единственную воронку, да, там, воронку первичных продаж. Вот у нас лид, который поступает, он всегда идет через одну и ту же воронку, да. И иногда целесообразно не выводить лиды в отдельную структуру работы в компании, да. А иногда целесообразно работать уже конкретно в направлении, да, в сделках или направлениях. Михаил, сейчас есть какие-то вопросы вот по лидам? Если ты про чатик говоришь, то нет, предлагаю, ну, то есть ключевое, что лид нужен для квалификации. Если у вас большое количество входящей информации, входящего потока обращений, то лиды очень логично использовать. Можно ли не использовать лиды, а работать только в сделках? Да, так тоже можно. Сейчас мы про это немножко поговорим. Да, сейчас мы тоже про это поговорим, да. Помимо лидов, то есть эта сущность нужна только в том случае, если в вашей компании действительно нужно как-то распределять. Приведу простой пример. Есть компания, которая продает автомобили, да. Она сначала осуществляет продажу автомобилей, потом она осуществляет гарантийное обслуживание и также еще какие-то плановые ремонты. Когда к ним приходит звонок, их квалификатор принимает этот звонок и спрашивает, в какой конкретно отдел вас передать. Скажите, пожалуйста, вы хотели бы купить новую машину? Тогда я вас передаю в отдел первичных продаж. Вы хотели бы записаться на плановый ремонт? Окей, я вас передаю в нашу техслужбу. Если вы хотели бы там не плановый ремонт, у вас что-то сломалось и так далее, вам срочно нужно что-то сделать, я вас в третий отдел передаю. Но есть компании, в которых лид пришел и он идет только на первичную продажу. То есть все остальное уже происходит после того, как первичная продажа осуществилась, и там дальнейшие действия происходят дальше. Распределение идет. То есть тут просят коллеги в чатике в общем сказать, в каком случае лиды нужны. Ну вот первый пример. Когда у вас несколько направлений есть работы, сейчас Семен приводил с автосалоном, тогда да, вам нужно квалифицировать к какому направлению и туда направить. Когда еще можно? Когда есть трафик, в котором, например, много мусора может быть. Там есть почтовый ящик, он у вас 7 лет как подключен, во всех базах он уже фигурирует, но нужно бы как-то определить, что есть там живые лиды, а все остальное отбросить. Вот это тоже квалификация, это не нужно пускать сразу в сделки, а нужно в лидах разобрать. Да, помимо этого я еще также хотел бы сказать, что лиды рациональны для тех, кто осуществляет, например, холодный обзвон. То есть у вас есть огромное количество базы данных, и в этом случае вам необходимо проводить это через вот эту вот воронку лидов. Для того, чтобы следующая воронка, уже когда вы работаете конкретно с выявленным спросом, интересом и так далее, она не засорялась. То есть вы провели через холодный обзвон базу, выявили первичный интерес, если интерес есть, то уже передали там основное направление. То есть в этом случае тоже рационально, чтобы показатели вашей основной воронки, они не засорялись. Показатели по конверсии и так далее. Также есть сделки и направления. Основная история в этом подразделении CRM-системы, этих воронок, их может быть большое количество. Они нужны уже для работы с выявленной потребностью. Когда у нас клиент квалифицирован, мы понимаем, что он хочет у нас заказать. Мы понимаем, когда он хочет заказать. Выявлены первичные потребности в товаре и услуге. То есть какая партия, в каком объеме, какие характеристики и так далее. Вот это все передается уже менеджерам по продажам, и они уже заключают договор, приводят в юридическую пост и все, согласовывают договора, счета и так далее. То есть вот там идет уже работа с тем клиентом, который уже выявлен по потребности. Этих воронок и направлений может быть большое количество от воронок, связанных с продажей, например, с воронками, связанными с постобслуживанием, с клиентским обслуживанием. Например, HR тоже воронки могут быть в CRM-системе. То есть вы нанимаете, когда персонал, у вас персонал в принципе тоже проходит через какую-либо воронку. То есть вы также выявляете людей, которые вам интересны на собеседовании, вы проводите собеседование, тестирование и все остальное. Потом идет первичное обучение и вывод человека уже на должность. То есть это все тоже происходит по определенной воронке взаимодействия с вашим потенциальным сотрудником. Этих воронок, вот у нас в компании, например, их более 40. У нас есть еще и тестовые воронки по определенным нишам и так далее. В среднем клиенту для осуществления нормальной деятельности нужна как минимум воронка по первичным продажам, воронка по постобслуживанию клиентам, воронка по выполнению обязательств. Ну и еще неплохо сервисные воронки, такие как HR, например, тоже переводить в CRM-систему для того, чтобы тоже грамотно работать и с потенциальными работниками, потому что это тоже ресурсы вашей компании. Так, к следующему слайду, Михаил. Да, по воронкам вопросов нет, вроде как мы рассказали, осветили. Вот пример количества процессов воронок, про которые Семен говорил. Да, у нас есть воронка продажи бизнес-процессов, сопровождение клиентов, заявки с партнерки, тестовое направление, которое мы хотим включить, утепление для квалификаторов, порталы, клиенты-партнеров, процессологи, реанимация, воронка подогрева, аналитические воронки, партнеры, мероприятия и так далее. Вот по каждому нашему бизнес-процессу, где мы подогреваем клиента и выявляем определенный интерес, мы также можем простроить отдельно взятую воронку. Давай здесь объясним, почему эти воронки разные, зачем их нужно 8, а не одну? Зачем нужны разные воронки? По большей части с точки зрения сбора аналитической информации и распределения коллектива. То есть за воронку по мероприятиям у нас отвечают определенные сотрудники, за воронку по первичным продажам, там в ней работают также отдельные ребята по первичным продажам, менеджеры первичных продаж. То есть помимо этого, каждой воронкой, каждым готовым бизнес-процессом, также за ним следит руководитель конкретного подразделения, проекта и так далее. То есть таким образом мы разделяем, ой, сейчас я появлюсь с видео, потому что говорить и говорить без видео. То есть таким образом по разным воронкам мы распределяем разные процессы. Иногда стадии совершенно сильно отличаются. То есть в одной воронке может быть там 8 стадий, а в другой 5, и они другие. То есть по первичной продаже, например, и по сервисному обслуживанию, они разные. Первая причина. Вторая причина, почему это может быть, мы действительно разделяем между разными отделами, направлениями или руководителями, чтобы контролировать процесс подключения к определенной услуге или процесс выполнения договора. Просто чтобы удобно было смотреть. Уважаемые друзья, смотрите, по поводу того, что это все сложно. Ольга, это не сложно и по большей части, опять же, рядовому бизнесу компании хватает 2-3 воронок для того, чтобы начать свою деятельность. У меня убедительная просьба не пугаться тому, что у нас на слайдах. Почему? Потому что мы являемся компанией-интегратором и, естественно, мы большое количество собственных экспериментов ставим. В рядовом бизнесе нашего клиента 3-4 воронки хватит для того, чтобы начать работу успешно и продолжать ее. То есть наши воронки – это уже воронки интеграторов. Мы, в принципе, этим занимаемся, мы их настраиваем, мы их переделываем и так далее. Это вообще, в принципе, то, чем мы занимаемся изначально. То есть сейчас мы видим такой горизонт. Можно ли сделать 20 воронок? Иногда это необходимо. Чаще всего в бизнесе 10-20 воронок не нужно, 3-4 достаточно будет, если у вас не одно-два направления бизнеса. Да, 3-4 воронки, в принципе, достаточно для 99% компаний. Теперь еще один вопрос, который нужно прояснить. У нас есть лиды, сделки, мы принципиальную разницу показали. Есть воронки, есть тоннели. Еще один новый инструмент. Что такое тоннель, зачем он, как ему пользоваться? Что такое тоннель? Я сейчас, когда скорее покажу следующий слайд, да. Тоннель – это автоматический переход из одной воронки в другую воронку, да. То есть, условно говоря, представьте, что, ну, то есть ваш действующий бизнес. Вы провели первичную продажу. Вы клиенту продали свою услугу или товар. Например, услугу, да. Услугу еще и выполнить нужно, необходимо, да. Например, маркетинговое агентство. Собрать концепцию потенциальной рекламы, разместить эту рекламу, продумать креативы и так далее. То есть, это еще там условно вторая воронка. Первая воронка – это первичные продажи. Вторая воронка – это воронка осуществления вот этих обязательств, взятых на компанию. И тоннель – это такая функция BITX24, которая автоматически сделку пробрасывает из одного отдела в другой отдел, в другую воронку, скажем так. Для чего это необходимо? Это необходимо на самом деле для исключения вот этих самых потерь. Бывает такое в компаниях, в деятельности компании, что отдел продаж продал, да, например, расклад и не знает о том, что продажа осуществилась. То есть, складской сотрудник еще не получил, там, условно это назовем, разнарядку или там… Ну, просто информацию о том, что нужно что-то делать. Информацию о том, что сделать, да. Это часто происходит, например, в компаниях, которые действительно производством занимаются, там, типографией или сборкой мебели и так далее. Все. Клиент доволен тем, что ему, там, предложили нужный товар в нужном качестве, в нужной стоимости и так далее. Оплатил деньги и потом через недельку звонит и говорит, слушайте, а мне что-то никто не звонит, меня никто не беспокоит, я не знаю, когда ко мне должна прийти доставка и так далее. То есть, это организация процесса, сквозного процесса? Да. Продажи, производство, контроля. Итак, чем отличается туннель от смены направления? Туннель, ну, то есть, смотрите, вы можете поменять вручную, да, сделку и перевести, то есть, когда вы успешно реализовано делаете, да, в воронке, там, первичных продаж, вы можете потом поменять направление. Конечно, это можно сделать вручную, но зачем это делать вручную, если можно с помощью туннеля сделать это автоматически? То есть, это такой некий способ автоматизировать это вот вручное действие. Потому что менеджер может, в принципе, просто забыть, можно и роботом. Конечно, можно роботом. Можно и роботом. Так, вот как раз у Юлии вопрос про то, что менеджеры занимаются разными направлениями, как сделать так, чтобы они друг узнавали друг о друге. Ты переключился на роботов сразу? Да, там роботов просят. Просят роботов, да. Сейчас мы немножко ответим на вопрос Юлии. Значит, когда у вас есть последовательность продуктов, которые клиент покупает, он покупает сначала продукт номер один, ну, например, внедрение, потом он покупает сопровождение, потом доработки, потом что-то еще. Либо вот классический пример, там, с принтером, картриджами или другими расходниками. В обычной жизни менеджерам мы говорим, пожалуйста, передай своего клиента в соседний отдел. И там есть два способа, кнут или пряник. Либо мы говорим, мы с тобой поделимся выручкой, если все сложится, и ты правильно передашь. Либо мы тебя накажем, если ты, не дай бог, не передашь. Вот можно уйти от этой истории и просто автоматически передавать. Когда мы говорим, первый тоннель заканчивается продажа, она завершилась удачно продажей принтера. И сразу же автоматически возникает новая сделка на другого менеджера в другом тоннеле, который продает ему расходники через определенное количество месяцев. То есть это делается автоматикой. Можно делать это роботами, можно тоннелями. Семен про роботы сейчас тоже немножко поговорит. Да, я еще хотел бы сказать, смотрите, я очень хотел бы, чтобы меня услышали именно те, кто сейчас не работает в CRM-системе. Потому что в обычной ситуации переход клиента из одного подразделения в другое подразделение решалось переходом физическим менеджера в соседний кабинет. То есть, к сожалению, мы сейчас не находимся в офисах. Кто-то, конечно, сейчас работает, я прекрасно вас понимаю. Но вот в удаленном режиме, когда нет такой возможности, это все происходит в автоматическом режиме и ходить не надо. Это замечательная история, потому что не нужно напоминать менеджеру и так далее. Как-то его мотивировать под эту историю. Все, у вас автоматическое действие, которое происходит. И сделочка переходит в следующий отдел и там с этой сделкой начинает работу вести. Понимаете, вот в этом суд основная. Помимо этого, конечно же, большую часть действий, которые повторяются у вас в компании в воронках, можно автоматизировать благодаря тем самым роботам, про которые я сейчас буду говорить. Опять же, покажу визуализацию, для того, чтобы было понятно, какое количество роботов, например, у нас в воронке, в принципе, уже запрограммировано. На одном этапе, я показал, красным здесь подчеркнул, на одном этапе у нас более пяти автоматических задач и роботов уже находятся. То есть робот, который ставит задачу на ответственного сотрудника при переходе в этап. То есть мы должны поговорить с клиентом, провести скайп-встречу, показать ему действующую CRM-систему. В этот момент у нас сотрудника, когда сделка попала в этот этап, на него ставится задача. Подготовиться к проведению скайпа, проанализировать бизнес клиента, взять подобную CRM-систему и подобный бизнес-процесс, для того, чтобы продемонстрировать это все. Помимо этого идет отправка письма автоматическая клиенту с примерами работ по его нише. Помимо этого ставится задача на отдел контроля качества, для того, чтобы посмотреть, правильно ли подготовился сотрудник к проведению скайпа. Отправляется письмо еще дополнительное, подогревающее уже после проведения этого скайпа о преимуществах CRM-системы. И еще идет сбор обратной связи у клиента, который пришел на этот этап и прошел его с менеджером. Скажите, пожалуйста, уважаемый клиент, вам все ли понравилось на скайпе? Оцените уровень подготовки специалиста, который проводит вам скайп-презентацию и так далее. Все это происходит, каждая из этих задач, от задач, она происходит автоматически благодаря настроенным роботам. Что могут делать роботы? Они могут ставить автоматические задачи по напоминанию того или иного действия для вашего сотрудника. Они могут рассылать маркетинговые шаблоны, письма, смски, уведомления, пуши и так далее для ваших сотрудников, вплоть до автоматического обзвона ваших потенциальных клиентов. Можно осуществлять автоматический перевод с этапа на этап с помощью робота при выполненных действиях. Например, мы получили ННН, КПП и все остальное, заполнили эти поля при формировании договора. Если эти поля заполнены и имеют значение, то робот автоматически переводит сделку в этап согласования документов в юридическом отделе. И опять же есть функция контроля качества. Основной момент, про который я хотел бы рассказать на стадии обсуждения этих роботов, что чем больше вот этих типовых задач вы можете загрузить на роботов, на условных роботов, на автоматические настройки системы, тем больше смогут сделать работы ваши сотрудники, ваши менеджеры. Потому что они освободятся от вот этих рутинных задач, и система сама поможет им выполнять эти действия. Так, Михаил, меня слышно? Да, звук есть, запись пришлем. Обычно, если пропадает звук и свет, то есть несколько комментариев сразу же. Екатерина, попробуйте перезагрузиться. Вроде бы есть звук и картинка тоже. Отвлекает клиент. Ребята, да, пришлем, я так понимаю, пришлем. Запись будет, да, запись будет. Так, уважаемые друзья, если у вас будут вопросы, пишите, мы их поставим, обязательно обсудим. Следующий момент для нашего с вами обсуждения, это как с помощью CRM-системы в дальнейшем контролировать все то, что происходит в отделе продаж. То есть, условно говоря, мы настроили CRM-систему, мы зафиксировали все лиды, все входящие заявки, вне зависимости от того, откуда они приходят. Вам позвонил клиент, это приходит в CRM-систему. Вам написал клиент в чате, это пришло в CRM-систему. На сайт ваш клиент пришел, оставил вам обращение посредством формы обратной связи, это тоже пришло у вас все в CRM-систему. Дальше мы простраиваем, естественно, для того, чтобы запустить работу в CRM-системе, мы простраиваем бизнес-процессы, по которым должны работать ваши сотрудники. Этапы сделок, ответственных сотрудников, задачи на этих ответственных сотрудников, обязательные поля, которые необходимо заполнять на каждом этапе взаимодействия с клиентом. Благодаря этому мы запускаем процесс работы сотрудников в единой системе обмена данных и в единой системе взаимодействия с клиентами. Что мы можем посмотреть с точки зрения руководителя отдела продаж, какую информацию мы можем получить? Мы, конечно же, можем получить информацию об объеме продаж. Михаил, я понимаю, на этом слайде мы больше хотели поговорить о том, что конкретно я контролируем, правильно я понимаю? Ну, по сути, да. То есть, вы смотрите, в первой части мы говорили, есть показатели KPI, которые нужно ставить своему менеджеру продаж или руководителю отдела продаж, в зависимости вы, руководитель или роб. И нужно контролировать ежедневно или еженедельно какие-то данные. Вот какие данные? Тут у Семена три блока данных объемы продаж, выставленные счета и действия. То есть, мы сейчас попробуем посмотреть, какие показатели можно из CRM-системы доставать и контролировать, насколько просто это делать и как спускаться от верхнего уровня в показатели чуть глубже. Да, уважаемые друзья, смотрите, естественно, мое сейчас выступление, я понимаю, что оно более сложное, чем то выступление, которое было в начале, потому что про технические вещи, на самом деле, намного сложнее говорить, чем про, ну, скажем так, вещи, связанные с продажами, хотя я про них тоже могу достаточно интересно разговаривать, да. Скажите, пожалуйста, вот то, как я сейчас вам объясняю, это сложно и легко, мне нужно упрощать информацию или, в принципе, понимаемо? Если все окей, напишите плюсик, там, понимаемо, норм, там, еще что-нибудь, все то, что вы пишете, сложновато. Все понятно. Все окей. Хорошо, уважаемые друзья, смотрите, в дальнейшем блоке я хотел бы показать, как я работаю с своим отделом продаж, какие данные замеряю, как их смотрю в CRM-системе и как принимаю решения. Когда я работаю в CRM-системе, работаю со своим отделом продаж, на самом деле все точки контроля я подразделяю вот на три части. И в зависимости от ситуации я смотрю на те или иные показатели. Всегда верхний уровень показателем является объем продаж. То есть, если ваши сотрудники в отделе продаж реально генерируют плановые показатели, то, скорее всего, они выполняют все необходимые инструкции, нормативы, они действительно активно действуют в боевой ситуации или в небоевой ситуации. То есть, вы от отдела продаж получаете те показатели, те деньги, которые поставили им с точки зрения ожиданий и планов. То есть, ребята молодцы. Если же с этим объемом продаж начинаются какие-либо, скажем так, неприятные действия, то есть, снижается количество продаж, снижается, например, средний чек и так далее, то мы тогда уже идем к показателям, скажем так, более низкого уровня. То есть, это показатели количества выставленных счетов. То есть, скорее всего, и в вашей практике, и в моей практике не было ни одного клиента, которому вы не выставили счет, и он смог оплатить. То есть, следующий показатель, на который нужно и необходимо обращать внимание в CRM-системе или вообще в деятельности вашего отдела продаж, это, конечно, количество выставленных счетов. Мы их называем 0,9. То есть, если с объемом продаж есть какие-то проблемы, мы сможем количество выставленных счетов. Если с количеством выставленных счетов тоже какие-то проблемы, то есть, какой-то менеджер по продажам не выходит на плановые показатели по выставленным счетам, то мы опускаемся еще ниже, и мы смотрим на конкретные действия, которые совершает менеджер в своей CRM-системе, в своих сделках. Какое количество звонков он сделал, какое количество скайпов или целевых встреч он провел с клиентом, какое количество он коммерческих предложений выставил, подготовил. Все это необходимо для того, чтобы проанализировать вообще полную ситуацию в отделе продаж. Еще раз, объем продаж все окей, все окей, не трогаем, значит, ребята молодцы, они справляются. Вы от них хотели получить этих показателей, они с ним справляются, все хорошо. Если не окей с объемом продаж по сотруднику или в целом по отделам, то смотрим на количество предварительно выставленных счетов, то есть намерений клиентов оплатить. Если с этим показателем все окей, то смотрим на дожим. После того, как мы выставили счет, нам все равно необходимо дожимать клиента. Но не дожимать, скажем так, а не терять клиента. Это очень важно, потому что бывает, что клиент, например, перенес ваш счет на следующий этап по финансовому планированию. Бывает, что клиент просто забегался и забыл. И в этом смысле нужно также на пульсе держать руку. Если с выставленными счетами все окей, то действия, звонки, скайпы и так далее. Если и с этим показателем, с ним все тоже хорошо, то есть менеджер много действует, много совершает звонков и так далее, то если уж и с этим показателем что-то нехорошо… Если не придраться к этим показателям, нужно идти в детальку. Нужно идти еще дальше в детальку. И эта деталька называется конкурентный анализ. Возможно, поменялся рынок. Возможно, конкуренты выпустили какой-то новый продукт. Возможно, ваши клиенты хотят уже вообще чего-то другого. То есть у них уже спрос и интерес к самому продукту, взгляд поменялся и так далее. Нужно копать еще глубже. То есть последнюю историю уже не через CRM-систему надо смотреть, а действительно делать конкурентный анализ. Профессионально, качественно погружаться, особенно руководителю отдела, для того, чтобы выявить ту ситуацию, в которой находится компания и почему поменялся спрос. Дальше. С точки зрения того, как визуально это выглядит. То есть Bitrix24 помогает, имеет все необходимые инструменты для того, чтобы погрузиться детально в каждую сделку и в каждое направление. По каждому направлению можно увидеть воронку ваших продаж. Какое количество сделок поступило в этом направлении, какое количество договоров счетов выставлено, какое количество ключевых этапов взаимодействия провел ваш отдел в целом, какое количество сделок находится в этом отделе, на какую сумму, какое количество сделок успешно и так далее. И все это можно детализировать до вашего конкретного сотрудника. Что происходит по каждому сотруднику. Не только по отделу, а конкретно по сотруднику. Воронка продаж, конверсия по воронке продаж, конкретно сотрудник Денис, который выполнил такое-то количество активных действий, выполнил такое-то, ну, с такой-то конверсией сработал и так далее. Все это позволяет вам детально от отдела перейти к сотруднику, да, и посмотреть его показатели. Можно даже спускаться, и нужно спускаться детально смотреть и на воронку продаж, то есть смотреть на каком этапе, какое количество клиентов находится, заходить прям проваливаться конкретно в сделку, слушать записи, смотреть отправленные письма, смотреть задачи, которые менеджер ставит. Все это вы можете сделать онлайн. То есть представьте, что раньше для того, чтобы нужно было проанализировать всю эту ситуацию, да, конечно, кто-то сводил их в сеть таблицы. Вполне понимаю вас. Кто-то садился рядышком с менеджером и слушал прям звонок, записи и так далее. Некоторые ребята шли в IP-телефонию и так далее. Сейчас вы это можете все сделать централизированно, в единой системе, потратив минимум времени и даже в удаленном режиме. Даже в удаленном режиме у себя дома. Уважаемые друзья, скажите, пожалуйста, кто пользуется вообще IP-телефонией в своей деятельности? Хорошо. Есть плюсики, есть минусики. Скажите, пожалуйста, стоит обратить внимание на вот этот вот важный фактор в работе, да? То есть IP-телефония – это современная телефония, которая подключается к вашей CRM-системе и сохраняет каждый звонок в карточку сделки по вашему клиенту. То есть вы по факту, как руководитель отдела продаж, можно погрузиться в каждый звонок, прослушать и посмотреть нить общения с клиентом. Бывает на самом деле, что и возникают какие-то спорные ситуации с клиентом. И такое тоже бывает, когда клиент говорит, что мне там обещали чуть больше или мне сказали, что будет какой-то бонус или еще что-то. В этом случае вы всегда можете перейти в карточку сделки, просмотреть все общение и принять правильное решение в пользу клиента, разумеется. Все это возможно, потому что этот инструмент у вас есть. Вот когда у вас появляется BITREX 24 правильно настроенный, корректно настроенный, в принципе, вы этими инструментами можете пользоваться в том режиме, в котором вам необходимо и получать всю информацию, спускаться прямо до каждого взаимодействия. Что хотел бы также показать. Мы разрабатываем, как компания NeroCRM, мы разрабатываем свои собственные аналитические модули и панели. Происходит это по большей части с большими, очень крупными клиентами, потому что иногда необходимо сводить эти данные еще и с бухгалтерским учетом, и с банковской информацией, и с некоторыми внешними сервисами, внутренними какими-нибудь корпоративными чатами, CRM-системами тоже внутренними, которые разрабатывались когда-то очень давно. И вот все это мы делаем в отдельных аналитических системах, которые создаем еще и самостоятельно. Михаил, давай по вопросам. Есть ли вопросы? Давай немножко. Тут есть вопросы про телефонию. У кого-то отзывы, что телефония как-то некорректно работает, не все добавляется, просят порекомендовать какую-то телефонию. Если ты готов порекомендовать. Уважаемые друзья, да, я готов порекомендовать одну из самых интересных, ну, качественных телефоний на рынке – это UIS. Ну, мне также нравится Manga Telecom, тоже достаточно качественная, хорошая телефония. Внутренние телефония Bittrex я тоже могу смело рекомендовать. Она тоже действительно качественная, никаких проблем с ней нет. Вопрос правильной настройки телефонии – это скорее больше технический вопрос. Я не могу сказать, что… Я не могу вот так вот в режиме нашей онлайн-конференции, да, сказать конкретно, что происходит у клиента и почему она не работает вот именно сейчас грамотно. Это можно выяснить только при разборе техническом и погружении прямо вот реально в CRM-систему клиента. То есть есть где-то действительно неправильная настройка, и это вопрос больше технический, чем вот просто так вот на обсуждении. Давай я тебе троллинговый вопрос задам. Кого порекомендуешь по настройке Bittrex24 в Екатеринбурге? Вопрос такой с подвохом. Семен начинал с того, что личное общение с клиентами у него происходит примерно в 5% случаев от всех внедрений. Поэтому независимо от того, мы тут сверяли географию, где вы находитесь, совершенно спокойно можно зазвониться через видеозвонки разные и поработать. Уважаемые друзья, смотрите, я хочу максимально тоже честно и адекватно. Есть ли исполнители региональные? Ребята есть. И у Bittrex24 достаточно серьезная, мощная сеть внедренцев и интеграторов. Насколько я знаю, у Bittrex24 более 10 тысяч партнеров по всей стране. И в этом смысле, если вы находитесь в Екатеринбурге, никто вам не мешает просто зайти в Яндекс, набрать настройку Bittrex24 в Екатеринбурге, вы найдете этих компаний, я бы порекомендовал бы просто смотреть на статус. То есть в Bittrex24 также есть статусы партнеров. Например, золотой партнер. Это партнер, который выполнил определенные экзамены по настройкам CRM-системы, подтвердил свою квалификацию. Bittrex24 проверяет также... Я предлагаю детально не останавливаться. То есть если партнеры в регионах есть, нравится ли вам Семен, обращайтесь. Да, да. Предлагаю чуть-чуть дальше поехать. Слушай, вот еще один вопрос по телефонии, который был, про мобильные телефоны. Давай быстренько ответим на него. Можно ли мобильники завести в CRM? Да, можно. Короткий ответ «да, можно», там есть нюансы. Как всегда, есть много нюансов, ребят. Есть операторы, которые очень тяжело заводятся. Есть операторы, которые быстро и легко заводятся. Один из самых простых операторов с точки зрения технического подключения – это мегафон. Одни из самых сложных – это теледва, потому что они очень долго и не всегда охотно выдают настройки ваших сотовых телефонов и так далее. То есть это все нюансы, это вот не технические. Можно ли подключить? Да, конечно, можно. Но есть определенные технические нюансы, от них можно подробнее, потом отдельно. Смотри, мы сейчас полтора часа, которые обещались, выбрали. Теперь я предлагаю сделать пару финальных слайдов. Мы все вопросы уже не осветим сейчас. Значит, что можно делать с вопросами? Можно их направить Семену, будет на слайде, по-моему, контакт, верно? И уже в режиме консультации пробежаться по всем конкретным вопросам. Я вижу несколько вопросов достаточно подробных и сформулированных. Как проверить работу менеджеров, как понять, какая телефония правильная, можно ли подключать одну или вторую, уже в индивидуальном порядке. Давай сейчас такой финал соберем. Да, уважаемые друзья, давайте действительно к сути того, что мы можем, как компания, какую пользу вам принести. Буквально несколько слайдиков. Естественно, за 40 минут нашего общения я, как интегратор, не могу выдать вам полную инструкцию, как вам настроить CRM-систему и ответить на все эти вопросы. Потому что, ну, это специфическая деятельность по настройке CRM-системы. Я постарался вам вкратце рассказать о этапах, да, этап собрать все лиды, этап настроить ваше направление и так далее, автоматизировать и избавить от рутины всех ваших сотрудников благодаря роботам, да, и все это необходимо пройти. Мы, как компания, автоматизировали больше 500 компаний. И сейчас я хотел бы показать вот этот типовой бизнес-процесс, который мы строим для наших клиентов. То есть это вот схема, я понимаю, что вам не особо это все видно сейчас, да, я сделаю ее максимально маленькой для того, чтобы она просто поместилась на экран. Но на самом деле эта схема, для того, чтобы ее вот визуально посмотреть, необходимо распечатать листов 10-15, вот так вот в ряд поставить. Это типовой разбор процессов компании для того, чтобы внедрить CRM-систему. И мы это делаем для каждого клиента. Это основная... Сейчас напугал всех, мне кажется. Да, это основная суть нашей работы, да. Но благодаря нашему накопленному опыту мы уже создаем сейчас, в этом месяце, создаем преднастроенные CRM-системы. Что это такое преднастроенная CRM-система? Более-менее процессы у вас в ваших нишах, они одинаковые. То есть если смотреть одну нишу относительно другой, то, конечно, бизнес-процессы разные. Но если нам взять, например, нишу предоставления медицинских услуг, например, тех же самых стоматологий, или там салонов красоты, или еще чего-нибудь, они плюс-минус одинаковые. Вот мы сейчас, компания, которая занимается автоматизацией, создаем в этом месяце уже преднастроенные CRM-системы, которые мы можем вам установить очень быстро. То есть нам не нужно с вами месяц, ну, скажем так, детально исследовать каждый ваш бизнес-процесс. Более того, самая важная история в том, что вам, большинству наших потенциальных клиентов, или просто, в принципе, пользователей Bitrix24, изначально не нужна супер-детализированная CRM-система. Вам нужно просто запустить процесс и начать спокойненько в нем разбираться, начать знакомить с этим процессом ваших сотрудников и так далее. И мы выпускаем универсальные настроенные CRM-системы, которые легко и быстро можно внедрить в ваш бизнес. Не месяцами, а там за недельку, условно говоря, да? Вот. И я здесь выписал ниши, которые мы можем в ближайшее время автоматизировать по упрощенной схеме, чтобы вы как можно быстрее начали работать через CRM-систему. Потому что все эти бизнес-процессы мы уже собрали, мы их уже знаем наизусть. Каждая следующая стоматология от нашей начальной, от той стоматологии, которую мы собирали полгода назад, не сильно отличается. То есть есть, конечно, отличия, но они не особо значимы. Поэтому, какое у нас есть предложение для вас? У нас есть предложение за 4 990 рублей. Мы вам сразу же в вашу CRM-систему выкатываем преднастроенную CRM-ку под вашу нишу с уже настроенными роботами, с уже настроенной карточкой-сделкой, со всеми этапами, с распределением задач по сотрудникам. И вы этим решением, в принципе, уже можете пользоваться в ближайшее время. Если вам это интересно, помимо того, что мы вам предлагаем преднастроенную CRM-систему, мы еще и бонусы вам согласовали от наших партнеров. Компания US предлагает бесплатную настройку вам, вашу CRM-систему телефонии, IP-телефонии. Они сами все настроят, сами все сделают, вы сможете звонить. Помимо этого, вам сделают ребята с компанией US удвоение вашего платежа, первого платежа на вашу телефонию. Вы положите, условно говоря, 5 тысяч рублей, у вас на счету будет 10 тысяч рублей на звонки. Компания Nero CRM дает вам аудит в подарок. Мы познакомимся с вашей деятельностью, ответим вам подробно на ваши вопросы. И компания Pactin, помимо этого, еще и выдает вам бесплатное подключение WhatsApp к вашей CRM-системе. Потому что это не для всех, конечно, нужно, но те, кто пользуются WhatsApp и работают активно с клиентами через WhatsApp, мы можем подключить с компанией Pactin абсолютно бесплатно. И две недели вы еще поработаете с этой интеграцией абсолютно бесплатно. То есть вот эти бонусы для тех участников нашего сегодняшнего мероприятия уже согласованы. Помимо этого, мы как компания-интегратор, компания Nero CRM, являясь партнерами Bitrix24, предоставляем вам еще месяц работы в CRM-системе абсолютно бесплатно, как ваш интегратор. То есть вот это вот все мы можем вам сделать. Если вам интересно, что нужно сделать для того, кому это интересно, вам необходимо перейти по этому QR-коду и оставить заявочку. Дальше наши сотрудники с вами свяжутся, проквалифицируют вам, ответят на ваши вопросы, устроят презентацию вот этого всего, да, и мы уже в ближайшее время сможем с вами перейти полноценно в онлайн и работать в CRM-системе. Если вам интересно, необходимо это все сделать. Егор, если ты у меня сейчас в чате, это мой помощник, я хотел бы, чтобы он скинул ссылочку. Уже, все уже произошло. Да, уважаемые друзья. Егор пишет, часовой аудит, бесплатная ссылочка. Да, часовой аудит, бесплатная ссылочка. С этим предложением мы, в принципе, выступаем. Я хотел бы также сказать, уважаемые друзья, есть большие серьезные компании, которым нужен не типовой настроенный процесс, а прям очень серьезный, детально разобранный процесс, с задачами, подзадачами и так далее. Это у нас отдельная услуга, вот, скажем так, преднастроенная CRM-система. Это для тех, кто первый раз хочет воспользоваться CRM-системой и как можно быстрее начать работать в ней. Вот. Надеюсь, все, что нужно, объясню. Вроде бы да. Друзья, смотрите, мы не взяли и не ответили на какие-то вопросы прямо сейчас из чатика. Это можно точно так же в рамках консультации сделать с коллегами. Записывайтесь на консультацию, и коллеги поотвечают, и по телефонии. Если там в форуме наверняка же есть поле комментариев или там... Ребята, ответим на любые ваши вопросы. Можете задавать все, что хотите. ЦМС-ка по сайту, по телефонии, по аналитическим модулям и так далее. По любому вопросу мы, как компания НероСРМ, готовы вас проконсультировать и показать. То есть не просто вам сказать, что мы это все настроим и так далее. Мы вам готовы показать действующую СРМ-систему конкретно под ваш бизнес, под ваши бизнес-процессы. То есть вы придете, и вам менеджер прям покажет, куда как щелкать, куда что нажимать, как задачи происходят, постановка и все остальное. То есть вы можете нашего менеджера, ну не типа там час мучить, но час подробно все у него спрашивать. Вот прям подробно. А потом вас еще спросят, понравилось ли вам или нет, я так понимаю, в процессе. Обязательно, обязательно. Друзья, спасибо большое. Напомню, там орг-моменты маленькие еще в самом финале. Значит, у нас цикл мероприятий, вебинаров из пяти штук. Мы сегодня были на таком экваториальном, на третьем из пяти. У нас будет еще два чуть дальше. Запись будет. Мы выкладываем ее и на свой канал в YouTube. И отправляем по регистрациям на имейлы, которые вы указывали. Единственное, опять же, оговорюсь, что это может произойти не моментально, потому что конвертация в сервисы теперь не очень быстрая. Она может занять один, два, иногда даже три дня. Всем большое спасибо за участие. Если остались вопросы, то, пожалуйста, к Семену записывайте. Предыдущие истории находятся на... Ну давайте я прям ссылку вам дам. на общем лендинге. И первые две... Можно прям там посмотреть. Сейчас брошу ссылку в чатик. Ссылка вот так вот выглядит. Там первые два шага, первые два вебинара есть с записями. Можете пойти, посмотреть. Даже если у вас на почте нет еще от нас письма. Хотя должно быть по идее. Все. Спасибо огромное, Семен. Большое спасибо. Спасибо, да. Друзья, всем удачи. Спасибо.